В прошлом году на выставке Комтранс ГАЗ показал долгожданный Соболь НН, то есть однотонку нового поколения. По факту новинка представляет собой укороченную газель, а потому технически повторяет свою старшую сестру. Соответственно, машина получила рамную конструкцию, шестиступенчатую коробку и несколько вариантов моторов. Тогда публике показали лишь заднеприводный вариант, но со временем обещали внедрить и трансмиссию 4х4. Минувшей осенью предполагалось, что серийный автомобиль встанет на конвейер через несколько месяцев. Однако, как выяснил телеканал Автоплюс, проект жив, и в серию Соболь НН должен пойти во второй половине года. Более того, сейчас газовцы вдобавок разрабатывают электрическую версию модели. Ее дебют назначен на 2023 год. Говорят, что выпуск аккумуляторного варианта пролоббировали представители бизнеса, которым для доставки товаров внутри города нужны недорогие электрички, которые бы отличались сверхнизкими затратами на эксплуатацию. Предприятия группы ГАЗ, предвидя возможное падение объемов производства, готовились перейти на четырехдневную рабочую неделю, но пока этого не требуется. Во всяком случае, в июне конвейеры будут работать по пять дней подряд. КАМАЗ отменил сокращенную трехдневную рабочую неделю, которая была введена 15 марта, и теперь работает по пятидневному графику. А все потому, что компания обеспечена заказами, и нет никакого смысла вводить трехдневку. Однако, часть сотрудников, наоборот, переведена на трехдневный режим. Это затронуло тех, чья деятельность касалась международных партнеров. Оставшиеся два дня персоналу предлагают выходить на оплачиваемые общественные работы. И новость очень короткой строкой. Дром рассекретил эскизы обновленного Патриота. Вот только, как уверяет издание, в серию такой УАЗ никогда не пойдет. У владельцев автозавода нет средств, чтобы наладить производство. Небольшая нижегородская фирма Universal NN переоборудовала грузовик УАЗ-Профи в кабриолет. Такая машина сможет возить отпускников по туристическим маршрутам. Специалисты ателье вырезали панели крыши и заднюю стенку кабины. На шасси водрузили оригинальную грузовую платформу, а после смонтировали трубчатый каркас, на который натянули матерчатый тенк. Субтитры создавал DimaTorzok